Берем самый крупный цветочек. В данном случае это аморилис. Аморилис – это весенний цветок. Летом это считается как экзотика. Модные тенденции, сезонность и цветовая палитра. Флорис всегда знает, что сегодня актуально. Настоящему профессионалу достаточно сказать, кому отрисован букет, и он сам подскажет удачный вариант. Этот, например, идеален для годовщины. За счет крупных цветов букет будет более объемный и будет производить впечатление. С цветами на «ты» Ольга четвертый год. Флористикой занялась спонтанно. Впечатлила создание букета в одном из салонов. Затем попробовала сама и не смогла остановиться. А теперь уже дает мастер-классы. Новичкам, говорит, можно начать с роз. Главное – понять технологию. Вот так вот, чтобы она внахлёст на эту. Вот. И продолжать это. Просто кажется, что все так легко. Я проходила курсы по флористике, проходила курсы в Москве. То есть, соответственно, надо учиться у лучших. Можно взять просто курсы по флористике, пройти для себя, для души, допустим. Для души, а вернее желудка, этим летом в тренде и другие букеты – съедобные. Внутри нежного бутона из мастики – сладкая конфета с кокосовой начинкой. Несмотря на то, что вкусные розы выращивают кондитеры, без чувства стиля здесь тоже не обойтись. Безусловно, флористика здесь тоже есть, потому что мы тоже придумываем, как правильно упаковать, как правильно преподнести, красиво сделать, чтобы клиент был всегда доволен. Такие цветы неприхотливы. Стоят долго, да и стебли срезать не надо. Но все же аромат живых цветов они не заменят. А кто, как не флорист, знает, каким ароматом наполнить букет, чтобы он получился и правда незабываемым. София Яценко, Александр Андропов. День с толком. София Яценко, Александр Андропов.